друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка поговорим сегодня о перспективах предстоящей недели и так первое на что мы обратим внимание это то что в понедельник штаты не будут торговаться выходной соответственно на рынке с большей вероятностью волатильности особо не будет да и уже близко лето поэтому чаще всего волатильность в этот промежуток времени падает по американскому доллару в прошлый понедельник идея была следующая что в целом будет небольшой подъем технический отскок это нормально после такого яркого импульса вот и дальше сформируется отличная возможность для того чтобы поработать штор мы увидели реализацию спроса мы увидели что достаточно много пытались покупать при этом цену первый день поднимали окей все круто среда там до удалось то есть покупки привели к успеху но вот четверг достаточно слабо то есть хоть и здесь и были покупки но особо сильно не удалось продвинуть цену пятница как мы видим достаточно легко загнали цену пониже соответственно чаще всего после таких сетапов происходит продолжение нисходящей тенденции мы видим что открытый интерес продолжает потихонечку снижаться мы видим что открытый интерес от отчетов тоже не сильно активно растет и да таким образом я считаю что идея с пробоем лимитной области которая выступит которая была достаточно сильной областью поддержки и несколько раз и в прошлом контракте и на текущий который совпадает с уровнями объема она вполне эта идея жизненно способна и есть смысл дальше ее отторговывать то есть основная идея на текущую неделю то что цену будут пытаться продвинуть все ближе ближе к этой области с целью пробоя дальше у нас европейская валюта по европейской валюте у нас идея лонговая она остается в силе несмотря на то что американский доллар существенно откорректировался европейская валюта не так сильно снизилась да то есть все осталось в пределах предыдущей недели все осталось в пределах уровня объема какой-то момент провалились чуть пониже но сейчас как мы видим цену но в пятницу цену закрыли как раз на этих уровнях также мы видели продажи в локальный минимум что и при этом цену не опустили ниже что говорит нам о лимитной поддержке и лимитном спросе если мы посмотрим на соточеты то мы увидим продолжающую тенденцию набора лонгов со стороны фондов и сокращение шартов со стороны фондов вот это говорит нам о том что с большей вероятностью они будут пытаться и дальше устанавливать локальные максимумы вплоть до преодоления максимума за текущий фьючерсный контракт учитывая то что на этой неделе будут выходить данные по инфляции в еврозоне это как раз и может быть тем триггером который либо все-таки закрепить цену выше этих уровней и цену удастся продвинуть повыше локального максимума закрепить выше его если все-таки инфляция продолжит снижаться но ожидания таковы что инфляция потребительская инфляция немного вырастет по сравнению с предыдущим месяцем темпы прироста этой инфляции вырастут и да таким образом это может если там если это действительно подтвердится то это может стать негативным фактором цены еще некоторое время в боковике проторгуют но все больше и больше шансов в пользу того что действительно цену ну что данные выйдут окей и цену удастся продвинуть повыше если мы посмотрим на открытый интерес то мы увидим что за последнее время он плавно снижается напомню что он рос основной прирост этого открытого интереса был на вот этом падении соответственно на текущей коррекции когда открытый интерес падает это говорит нам о том что шартовые оппозиции как раз таки закрывается что мы часа с отчетами по швейцарскому франку шартовая идея отработала себя отлично с предыдущего понедельника закрепились ниже уровней где у нас ранее была лимитная поддержка то есть пробили закрепились с небольшими откатами цену провалили пониже несмотря даже на то что в пятницу американский доллар начал корректироваться для швейцарского франка это никакой поддержки особо не оказало то есть швейцарский франк все равно неделю закрывает с падением и даже удалось установить новый локальный минимум два момента которые здесь интересны на что стоит обратить внимание это во первых то что достаточно крупные покупки в минимум происходит сейчас при этом цену особо не заталкивают повыше это первое это что открытый интерес снова начал расти на падающей цене это говорит нам о том о крепком настрое рынка на продолжение нисходящей тенденции до 100 отчетах особо изменений нет там небольшие изменения по 700 500 контрактов понабирали ничего существенного поэтому я считаю что если даже произойдет откат на этой неделе то его стоит использовать для того чтобы работать на продолжение нисходящей тенденции учитывая то как плотно зажали цену то вероятность отката крайне маленькая с большей вероятностью прям вот про то про торгуют боковик и дальше вниз выход по астралийскому доллару лонговая идея остается то есть прошлая неделя была под эгидой американского доллара который корректировался соответственно другие валюты тоже успели откорректироваться хотя идея была что все-таки первую половину неделю будет установлен локальный максимум но как мы видим нет пошли на коррекцию 100 отчеты продолжают показывать тенденцию набора лонгов со стороны фондов то есть они продолжают накапливать лонг и сокращать шорт свою очередь вот хеджеры больше шорт позиции открывают это нормально не подотчетные трейдеры тоже больше в лонг это наталкивает на мысль что после установления максимума за текущий фьючерсный контракт фонды включились активизировались для того чтобы дальше продолжать работать в направлении тенденции чаще всего это приводит как раз к продолжению роста по новозеландскому доллару здесь более интересная картина то есть если мы вы же помните да что сделала что было по европейской валюте по офицерскому франку после лискому доллару они снижались в то время как американский доллар подрастал новозеландец свою очередь не сделал падение вообще с неделю как открыл так и закрыл и это признак силы это признак силы актива на рынке по сравнению с американским долларом и остальными валютами если мы посмотрим на соточет мы увидим что фонды продолжили накапливать лонговую позицию кеджер свою очередь пытались закрывать лонги на вот этом движении учитывая то что сформировалась сформировался паттерн удержания цены то с большей вероятностью цену прям вытолкует повыше и на текущий момент выше вероятность того что именно новозеландец будет показывать лучший результат по сравнению с австралийским долларом то есть если рассматривать кросс-курс австралии против новозеландца то его есть смысл отторговывать так как новозеландец будет более сильным продолжать показывать силу по канадскому доллару я до сих пор нахожусь фланговая идея хоть она и никак не продвинулась за предмет за неделю если мы посмотрим на сот отчет это мы увидим здесь негативный фактор что фонды продолжают накапливать шортовую позицию хеджеры свою очередь принимают это все но все-таки именно фонды они формируют тенденции сот индекс снова разошелся к экстремальным значениям но цену пока не удалось пробить мне пока не удалось пробиться ниже вот этих лимитных уровней где как раз и включались лимитные покупатели удерживали цену я считаю что если цена останется в этом диапазоне есть смысл еще продолжить эту лонговую идею но стоп я передвинул ниже вот как раз под вот эти минимумы даже если быть более точным то вот сюда вот таким образом до лонговая где остается в силе не сильно мне нравится то что канадец стоит на месте потому что в трейдинге будет кроме того чтобы сформировать толковую идею нужно еще и выбрать тайминг чтобы минимум времени находиться в рынке так как чем дольше мы в рынке тем больше потенциальных рисков с которыми можем столкнуться новости выйдут какие-то либо что-то произойдет окей дальше у нас британский фунт который также показал силу который мы видели что на прошлой неделе у нас здесь серьезные продажи были которые не привели к успеху и дальний целую неделю продажи продолжались да то есть крупные яркие продажи максимум которые не привели к снижению цены это это прям дикий лимитный спрос если мы посмотрим на сот отчеты то мы увидим кто именно формировал этот спрос это как раз были фонды они практически 20 тысяч контрактов лонгов открыли в максимум а продажами занимались хеджеры хеджеры которые вот закрыли 25 тысяч контрактов лонговой позиции открытый интерес потихонечку снижается пятница конечно небольшой рост произошел но в целом открытый интерес имеет тенденцию к снижению окей накапливался он на падающем рынке уже успели закрепиться выше предыдущего локального максимум выше уровня объема поэтому здесь все больше шансов на продолжение восходящей тенденции но по британцу мне пока не комфортно заходить предпосылки для дальнейшего движения вверх как по мне слишком натянуты то есть то что в британии хуже всего ситуация не дольше всего будут держать процентную ставку и так дальше не знаю вот мне пока не комфортно поэтому больше шансов на продолжение восходящей тенденции но как-то как-то нет как-то нет не знаю да учитывая то что здесь достаточно много много на продавали учитывая то что это принял эту позицию то много просто на продавать это больше шансов как раз конечно в шорт хотелось бы но я пока без без торговых идей по этому активу по японской и не торговая идея лонговая она остается в силе фунды фунды кстати снова продолжили накапливать лонги несколько недель они сокращали свою шортовую позицию а сейчас шорты возобновили то есть сокращают лонги накапливают шорт позицию и все это делается прямо в минимум это это удивительно да я считаю что банк японии будет поддерживать курс национальной валюты на международном рынке такое яркое резкое падение она не совсем комфортно для бизнеса это конечно помогает разогнать деловую активность в кей потому что когда валюта так обесценивается участники рынка пытаются что-то сделать они они будут покупать какие-то товары акции а банды и все остальное потому что просто сохранение капитала просто сохранение капитала она не приводит к тому что покрывается девальвационные риски вот таким образом банк японии добивается повышение деловой активности и оборачиваемости капитала но но какой ценой бизнес немного страдает поэтому да вполне возможно что плюс минус на этом уровне будет остановка я вижу то что в минимум продолжают накапливаться шортовая позиция чаще всего это приводит к резкому шорт-квизу поэтому на будем смотреть за реакции рынка пока что реализации предложения нет то есть для более точечного входа есть смысл дождаться когда в минимум будут вот плюс минус такие продажи которые не приведут к успеху и дальше можно будет поработать точечно на отскок по нефти пока торговых идей нет сезонность продолжает указывать на то что еще нисходящая тенденция будет сохраняться некоторое время золото золото не вышло выше своих максимумов не дошла к области discovery прайс да здесь все-таки включилась и не сезонность это что фонды в максимум взяли хорошую лонговую позицию самый high а и после этого цена дико скорректировать быстро импульсно резко все круто пользу продолжение восходящей тенденции работает то что чаще всего в предвыборах выборный год золото растет чаще всего когда рынок готовится к снижению ставки золота растет и вот мы близимся к окончанию сезонного паттерна снижения поэтому да вполне возможно можно взять активно присмотреть етф например на золото и построить опционную конструкцию с целью что цена не будет сильно падать раз для сбора премии и второе это на внутридневных графиках рассматривать вот плюс-минус подобные истории для того чтобы на дивергенциях кумулятивных дельт дожидаться контратаку и работать в лонг в данном случае контратаки не было это просто как паттерн того на что стоит обращать внимание здесь мы видим что даже проталкивающие объемы которые ниже которых выше которых точнее особо цена не двигалась то есть на будущее каждый раз когда вы видите вот подобную ситуацию импульсом пробили в теле свечи мы видим ищите и вот так цена не пробивается выше этого ищите то чаще всего будет продолжение это проталкивающие ищите которые как раз и будут продолжать формировать нисходящую тенденцию вот работает это чаще всего вот с первого раза каждый раз когда мы первый раз подошли можно заходить в шорт для внутридневной торговли так по золоту по золоту есть смысл рассматривать лонг идея но как раз когда у нас формируется толковая идея и это внутри дня покупать среднесрочно золото на текущих отметках лично мне некомфортно то есть это чаще всего ставка очень-очень рисковая то есть да цена может выбиться выше максимума и прям хорошо улететь но какова вероятность такого события пшеничка пока на максимумах без идей удержание лимитное здесь мы видим достаточно много продают цену не продавливают пониже поэтому здесь вполне вполне вероятно продолжение тенденции вверх окей внутри дня есть смысл присоединяться в рамках среднесрочной торговли пока здесь для себя паттерна не вижу медь медь активно скорректировалась на фоне данных в китае где деловая активность не так выросла как ожидали рынке где промышленность не так сильно развивалась как ожидали рынке да и на этом фоне иметь скорректировалась напомню что понедельник мы говорили о том что учитывая повышенную волатильность учитывая то что цену цена не может закрепиться выше локальных максимум и есть смысл рассматривать спекулятивные шартовые позиции через инструменты с фиксированным риском это торговая идея отработала себя полностью вижу смысл часть из позиции закрыть часть позиции поддержать дальше так как покупки в минимум не привели к успеху и чаще всего после такого происходит продолжение тенденции с небольшим флэтика крипто остается в своем диапазоне до булран до gtf на эфир принимаются уже там уже по сути приняли рынке уже зал закладывают это потихонечку в цену но фактически потоков еще конечно нет инкома еще нет в эти и т.ф. я считаю что до момента пока пресс не обозначить что действительно снижаем процентную ставку либо что m2 supply вырастет вот до этого момента булран не будет продолжаться просто будем стоять в боковике эфир по эфиру чуть другая ситуация учитывая то ожидание учитывая то что рынке готовились к этому то конечно эфир с большей вероятностью будет перформить и устанавливать свои локальные максимумы для битка пока мало внимания и здесь единственное что может работать это только это фонды если вдруг толерантность к риску вырастет на рынке тогда спрос на это фонды будет достаточно высокими конечно и биток может тоже подтянуться но я пока работаю в боковике то есть моя идея в том что актив будет находиться в этом боковике что любые негативные новости будут восприниматься over негативно так как слишком завышенные ожидания и как раз мы будем опускаться к нижним границам по газу до четверг была ну ну согласитесь офигенная контратака продавцов вот у нас свеча с большим объемом верхней части причем покупали прям в максимум где у нас была контратака продавцов по дельте по объему дельта по объему на это указывает сначала вы можете разложить это на пяти минутки посмотреть в максимум пик покупок а дальше включаются продажи и цены закрывают ниже уровня объема открытие пятницы резкий провал с крупными продажами поэтому скорее всего цены еще будут потихонечку поддавливать вниз еще учитывая сезонность которая сейчас чуть-чуть нарушена то есть основной упор это закрепиться ниже минимума за текущий фьючерстный контракт а дальше еще и полет вниз вполне возможен так по фондовому рынку фондовый рынок остается без особых колебаний так четверг чуть провалились потом пятница от купились пока стоим на месте пока толерантность к риску высокая пока ожидания снижения процентных ставок достаточно высокие хочу отметить то что последние аукционы облигации прошли с понижением доходности то есть спрос на облигации достаточно высокий что говорит нам о том что рынок money market закладывает снижение процентной ставки уже в ближайшее время то есть спешат покупать эти облигации это первое и второе то что компании тоже но компании чувствуют это и на фоне заниженных ожиданий предыдущего квартала вполне возможно что покажут хорошие результаты летом и участники рынка это конечно же фронт ранит это все будет приводить к тому что цену ну байзе нет провала цены будут достаточно быстро выкупаться по разу аналогичная ситуация то есть раз дошел к области где здесь существенные покупки были где как раз прикладывали усилия покупатели и с этой области его попытались вытолкать по фондовом рынке я по-прежнему смотрю на разу я считаю что раз в первую очередь почувствует приток толерантности к риску приток рискового капитала в моменты когда рынок уже удостоверить то что действительно ставку будут снижать на этой неделе будет еще выходить при майки по в штатах в штатах да и это тоже может взбодрить немного рынок нужно быть на чеку по спредом по спредом австралиец и японская иена по-прежнему находится максимально то есть австралиец больше всех вырос за этот фьючерсный контракт японская иена меньше остальных этот спред остается актуальным если мы посмотрим на фондовые площадки то мы увидим что nasdaq чувствует себя значительно лучше чем разу и здесь вот как раз есть смысл уже начинать смотреть работу на сближение по этим индексом корреляция у них достаточно высокая сейчас немного разошлись на фоне того что 31 процент веса в индексах это технологические компании это один из самых больших показателей плюсом видео которая показала феноменальный отчет и перспективный гайданс поэтому да по nasdaq здесь прям bull run bull run продолжается раз он немного отстаёт но каждый раз когда на рынке выравниваются условия когда нету точечного драйвера такого как nvidia например то корреляция возобновляется и активы сходятся поэтому да есть смысл смотреть на расхождение типа nasdaq устанавливает локальный максимум рассел этого не делают у нас будет как раз два стандартных отклонения начинаем работать на сближение что у нас еще осталось спреды здесь по-прежнему все без особых изменений поэтому на этой неделе особое внимание уделяем на европейскую валюту закрепится выше уровней объема или нет новозеландский доллар тоже супер интересно как по мне здесь есть смысл работать на пробой локального максимума британец буду посматривать внутри дня здесь среднесрочно пока не готов и золото на по золоту тоже будет интересно внутри дня рассмотреть как отработают вот эти и чистки объема потому что продажи давили продажи существенны они привели к тому что цену прям серьезно опустили но как мы видим цена подошла к уровням где уже и покупателям интересно если у покупателей получится вытолкать цену повыше максимума вот сюда и здесь у нас появится дивергенция кумулятивных дельты чефти удержание лимитное то есть будут крупные продажи которые не приводят к падению цены то можно будет поработать на продолжение тенденции с целью перенести стоп и поддержать эту позицию подольше и по фондовым индексом тоже идея на продолжение лонговой позиции спасибо за внимание если у вас есть вопросы пишите их в комментариях под этим видео до встречи в пятницу будем подводить итоги торговой недели всем счастливо хорошей недели